Цветники, для ухода за которыми не требуется проводить целые дни на клумбе, стараются создать жители дома номер 72 по улице Ленина. К благоустройству прилегающей территории они подходят с научной точки зрения и делают все, чтобы не нужно было тратить лишние силы и энергию. Дренаж заранее сделали, еще при организации цветников. Когда есть дренаж, то излишки воды немножечко накапливаются и в засуху реже поливаем. Получилось так, что я за это лето всего 4 раза свой цветник поливала, даже обманываю 3 раза. У каждого цветника своя хозяйка. Дружные соседки, конечно же, делятся друг с другом посадочным материалом, но все клумбы все равно отличаются. У каждой из них свой стиль. Готовить рассаду и планировать наполнение цветников зареченки начинают еще осенью. Питуни мы стараемся вегетативные размножать. Это с осени заготавливаем череночки от сортовых питуний, которые с семенами плохо размножаются. Но это наиболее красивые растения, конечно. Те, что в вегетативке. И в них мы уверены, какое растение вырастет, какой высоты, какого цвета. Когда сажаешься семенами, полагаться на картинку не приходится. Чаще всего вырастает не то, что на картинке. Жители Ленина-72 на протяжении нескольких лет принимают участие в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор». В этом году они тоже подали заявку. Награду за неравнодушие и вклад в благоустройство города им вручили на праздники двора. Прошли специально по району, посмотрели ваши работы, замечательные цветники, прекрасные клумбы. Конечно, за это только слова огромной благодарности, что вы с такой любовью и уважением относитесь к той территории, на которой вы живете. Все праздники двора в этом сезоне посвящены двум важным датам – 75-летию победы и 75-летию атомной отрасли. В рамках торжества нескольким ветеранам атомной промышленности, живущим в этом районе Заречного, вручили благодарственные письма главы города. Подготовить поздравления для них и всех жителей страны «Росатом» можно было на специальной площадке. Здесь все желающие своими руками делали открытки к юбилею атомной отрасли. У нас были мальчишки, которые изобразили в своей картине лосей, рога у них были в виде атомов и северное сияние. Было очень оригинальное, фантазийное. Девчонки, вот посмотрите, вот девочка у нас фантазирует, то есть горы, океан. Ну, сегодня я прям поражена фантазией детей. Для всех гостей праздника были организованы мастер-классы. Работали спортивные и образовательные площадки, выступали участники творческих коллективов. Для детей подготовили отдельную развлекательную программу. Начинаем, все готовы! Отмечаем, все готовы!